Народный артист СССР Иосиф Кобзон был великим певцом, человеком и гражданином, который отличался любовью к людям, достоинством и патриотизмом. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер Владимир Бортко. Я процитирую его слова. Чем Иосиф Давыдович отличался? Я был многократным свидетелем того, как он разговаривает с людьми, которые к нему обращаются. Он был занят, но останавливался, садился, выслушивал человека. Вот это очень важно. Любое решение нашего комитета он оценивал с двух позиций. А будет ли хорошо для народа и будет ли хорошо для государства? Об этом рассказал Бортко. Депутат подчеркнул, что Кобзон был великим человеком, великим певцом, великим гражданином, которого никто не заставлял идти в Норд-Ост пытаться освободить заложников. Это к музыке имеет весьма отдаленное отношение. Это имеет отношение к патриотизму, к человеческому достоинству и к любви к людям. Отметил он. Иосиф Кобзон пользовался беспрекословным уважением, был героем для нашей страны. Об этом сказал народный артист Николай Басков. Цитирую слова Николая Баскова. «Кобзон меня вывел на сцену, это было в 99-м концертном зале России, я с ним пел дуэтом. Я считаю, что это даже словами не описать. Это не то, что эпоха, не то, что легенда. Это артист, который ассоциируется с Россией. Личность и политик, который пользовался беспрекословным уважением. И я считаю, что он прежде всего герой для нашей страны», рассказал Басков. Артист вспомнил о героизме Кобзона во время спасательной операции Норд-Оста в 2002 году. Цитирую. «Не нужно забывать тот его поступок, когда он пошел в Норд-Ост и вывел оттуда людей. Спас им жизни. Этот поступок произвел на меня неизгладимое впечатление», сказал Басков. «Соболезнование всей семье, которую я близко очень знаю, тяжело говорить. Казалось, что он будет вечно», – добавил певец. Иосиф Кобзон всегда был неравнодушен к тем, кто обращался к нему за помощью. Без его голоса невозможно представить песенами «Мир России». Об этом сказал глава Союза композиторов Алексей Рыбников. Цитирую слова Алексея Рыбникова. «Иосиф Давыдович – символ огромного пласта нашей истории. Истории нашей эстрады, культуры. Его голос, конечно, любим многими. Без него практически невозможно представить наш песенный мир», – сказал Рыбников. Он подчеркнул, что Кобзон героически продолжал петь даже в момент болезни. И делал это, как всегда, великолепно. Цитирую. «Это человек, кроме того, невероятной широты души. Стольким людям он помог в этой жизни. Он не оставался равнодушным ни к одному человеку, который обращался к нему с просьбой. Многие чувствовали себя за ним, как за каменной стеной», – отметил собеседник. Народный артист СССР Иосиф Кобзон в своем творчестве собрал целую антологию советской и российской песни. Ему доверяли свои произведения лучшие авторы. Такое мнение высказал в беседе Стас народный артист России поэт Илья Резник. Я процитирую слова Ильи Резника. «Это огромнейшая потеря, несоизмеримо ни с чем. Это человек-подвиг, человек-легенда, человек, который столько сделал и для России, и для искусства». Продолжение следует...